Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю играть в игру под названием Кома 2. Итак, я продолжаю искать записки. Так, теперь нам нужно будет найти около пяти записок. Вроде пять записок вначале доступно. В полицейском участке. Там кто-то впереди. Стоп, это... Сеха? Что он здесь делает? Мамина? Как ты сюда попала? Я была заперта в школе. Мне едва удалось выбраться. Эй, мне нужно поговорить с полицией. Там происходило... Эй, мне нужно поговорить с полицией. Там происходило кое-что без... А, какое-то безумие. Им нужно отправить кого-то осмотреть Сехву. Попридержи коней. Смотри, вон, у тебя отдышка. Давай-ка успокоимся... А, давай-ка успокойся и расскажи мне, что случилось. Может, я смогу помочь. Сехву произ... Сехвей произошло убийство. Мисс Сон, я думаю, она... Это прозвучит слишком странно. Думаю, она убила парня по имени Хён Бэй. Что? Это ч... Что? Это чушь. Мисс Сон никогда бы так не поступила. Но теперь мне всё понятно. Ты о чём? И что ты здесь делаешь? Я был рядом со школой, когда услышал крик. Прибежал сообщить полиции, но они отмахнулись от меня. Может, они поверят моим словам, выслушав тебя? Серьёзно? Всё так странно? Хорошо, пойдём вместе. Давай, я прямо за тобой. Вот предатель, а. Сех, кажется, мы уже бли... Э, Сехо! Похоже, дверь чем-то сблокирована снаружи. Сехо! Устроайся там поудобнее, Мина. Поверь, это для твоего же блага. Выпусти меня отсюда, сейчас же! Неужели все сошли с ума? Мне казалось, что всегда... Мне казалось, что всегда должно быть несколько дежурных полицейских. Будто очнулось посреди какого-то зомби-апокалипсиса. Есть здесь кто? У справочной никого. Не думаю, что смогу найти здесь какую-либо помощь. Так, давайте сразу ИСОЛ найдём. Камера наблюдения кажется активной. Возможно, кто-то дежурит в комнате охраны. Бесполезно. Без ключа карты не открыть. А ключ карта... А, блин, ну ладно. Вы получили вырванную страницу. Уборка гель-сеха. Моё странное... Моё странное путешествие началось самым обыденным образом. Как обычно, Мёнгель доставал нас Тейхуном. Нас реально задолбало прислуживать ему и его придуркам в качестве поставщиков еды. Когда ситуация стала накаляться, это привлекло внимание нашего учителя, бешеного пса. Я думал, что он... Я думал, что он встанет на нашу сторону. Но старый пердун отправил нас убирать кладовую. Мы занялись этим после школы. Помещение выглядело так, будто... Помещение выглядело так, будто его не посещали уже полвека. Пока Тейхан занимался уборкой с усердием пчелы, я решил осмотреть несколько коробок. Так, я, кажется, знаю, где... А, блин, сюда не подняться. Нам надо на третий этаж подняться. И тут не подняться. В воздухе витает неприятный запах гнилой рыбы. Хм. Это растение распространяет ядовитые пары. Лучше задержать дыхание. Так, тоже закрыто. Ой, блин. Не получилось задержать дыхание, я, короче, наткнулся. О, это карта, наверное. Да, это карта участка. Отлично. Вы получили карту полицейского участка. Я что-то не понял. Нам надо как-то получить ключ. Может, ключ где-то здесь находится? Так, давайте сохранимся. Так, я не помню, где находится ключ. Наверное... Так, похоже на зал совещания. А, вот здесь вот находится ключ. Все, верно, я сюда... Я правильно сюда пришел. Должно быть, совсем недавно офицеры проводили здесь собрание. Похоже на ключ-карту от чего-то, видимо... А, от чего-то. Видимо, кто-то бросил ее здесь. Вы получили ключ-карту офицера. Так, я получил ключ-карту офицера. И давайте посмотрим ее описание. Ключ-карта офицера. Открывает доступ к офисам сотрудников. Так, что у нас тут есть? Монетку забираем. Может быть, эту монетку тоже забрать? Ну, если тут монетка. Артивоядие. Бинты пока нам понадобятся. Возьмем. Так вот. Так, теперь возвращаемся обратно. Ну и бардак. Что здесь случилось? Есть здесь кто? Так, здесь нас Исоль ожидает. Она выглядит как школьница, но я не узнаю ее форму. Уф. Ты. Как ты сюда попала? Сейчас не это самое главное. Что с тобой случилось? Я отравлена. Тебе нужно пойти со мной. Мы должны выбраться отсюда. Нет, мне лучше не двигаться. Но нам нужно сейчас же найти помощь. Спокойно. Аника только погубит нас. Ты этого хочешь? Нет. Тогда слушай. Никто не придет на помощь. Сейчас наша жизнь в серьезной опасности. Каждая минута приближает нас к смерти. В особенности меня. Но... Мне нужно, чтобы ты прин... Мне нужно... Мне нужно, чтобы ты приняла всерьез все, что я тебе скажу. Ты ведь это уже почувствовала? Что это место не твой мир. Мы находимся в коме. В царстве духов. Связанной с неспящим миром. Ты точно головой не двинулась? Послушай. Нам придется работать вместе. Если ты хочешь пережить эту ночь. Помоги мне, и я вытащу нас отсюда. Ладно, ладно. Что мне нужно сделать? Знаешь, рынок Токеби. По соседству. Ага. Я хорошо его знаю. Моя мама постоянно совершает там покупки. Мне нужно, чтобы ты сходила туда для меня. Постой. Я не могу уйти. Сехо мой школьный знакомый запер меня в здании. Хм. Есть еще один выход отсюда. Я могу... Есть еще один выход отсюда. Я могу пропустить тебя через задние ворота. Но для этого мне понадобится ключ-карта высокопоставленного офицера. Попробуй выпускать кабинет шефа. Полиции. На третьем этаже. Возможно, мы сможем что-нибудь узнать. И возьми это. Он понадобится, чтобы... И возьми это. Он понадобится, чтобы оставаться со мной на связи. Это единственный телефон, который может работать в этом месте. Вы получили телефон. Он выглядит древним. Хорошо, уже иду. Кстати, как тебя зовут? Можешь звать меня Есоль. Есоль, да? Я Пакмина. Ага, иди уже. У меня в самом деле мало времени. Так, давайте позвоним ей. Так, самое главное, не забывать звонить после каждого действия, когда я какое-нибудь действие совершаю. Ну, то есть, как сказать, действие. Именно действие, связанное с сюжетом. Там, например, подобрал сюжетный предмет, наоборот, отдал, использовал сюжетный предмет и подобные такие действия. Пришел на рынок, там, допустим, к Такебе. Пришел в новую локацию. Надо постоянно звонить. Просто хочу посмотреть, что будет, если там при определенных обстоятельствах мы будем звонить определенным там персонажам. Что они будут говорить, как они это будут комментировать. Есть прогресс с поисками ключ-карты? Не хочу нагнетать, но что-то мне совсем нехорошо. Как тебя отравили? Нужно сказать особое спасибо твоему дружку Сеха. Сеха? Он не стал бы. Он ведь и мухи не обидит. Прости, я просто не могу в это поверить. Он опаснее, чем выглядит. Тебе стоит держаться от него подальше. Наверняка он замешан в чем-то нехорошем. Хотел бы я знать, зачем он запер меня здесь. Не стоит зацикливаться на этом. Когда мы выберемся отсюда, у тебя будет возможность спросить его самой. Иссоль сказала, что кабинет шефа полиции находится на третьем этаже. Надеюсь, она права. Так, ну-ка, давайте я попробую позвонить снова. Скорее всего, она будет то же самое же говорить, но я лучше позвоню. Да, она все то же самое же говорит. Так, ладно, пошли. Третий этаж открылся, отлично. Так, нам нужно в комнату отдыха полицейских. Звук разбивающегося стекла. Это было окно. Кто знает, что здесь... Кто знает, что здесь шастает? Лучше быть осторожным. Ну нет, это вот... Ой, блин. Кто это может... Здравствуйте. Чем я могу помочь тебе, Пакмина? Что? Миссон? Эм, что вы здесь делаете? Я собираюсь... Я собираюсь отделить твою симпатичную головку от тела. А ну иди сюда! Что? Так, отлично, она ушла. Мина, что происходит? Изображение с камер пропадает. А, ну ладно, не то интонации прочитал. Это Миссон, она преследует меня. Но, да, это точно она. Она выглядит в точности, как моя учительница. Эта область еще не под контролем злобной сестры, поэтому силы порабощенной в плоти слабы. Мина, ты сейчас должна найти этот ключ. Просто держись от нее подальше. Так, давайте позвоним ей снова. Есть прогресс? А, да, это все то же самое же. Так, тут можно сохранить, я это точно помню. Подождите. Это перцовый баллончик, да? Да, это перцовый баллончик. Так, где мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся на третьем этаже, и мне снова бежать вперед. Ну ладно, мне нужна комната отдыха полицейских. Вот здесь вот. Да, вот. Вот еще одна записка. Так, это какая-то третья записка или вторая? Ай, блин. Теперь мне бинты нужны. Вот эта подстава, почему она находится прямо рядом с запиской? А, нет, это вторая записка всего лишь. Блок флейта из палисандра. Гельсиха. Порывшись в одну из коробок, я обнаружил кожаный футляр с латунными защелками. Помню, как мне сразу потянуло к нему. Я почувствовал эйфорию, словно нашел крутой предмет в глубоком подземелье компьютерной игры. Так, вы обратите мое разочарование, когда я увидел, что это была просто какая-то деревянная блок флейта из палисандра. Я не склонен к музыке, поэтому спросил Техну, знает ли он, как на ней играть. Он ответил, что она выглядит довольно старой и бесполезной, и он даже близко не поднесет ее к губам. Наверное, я не настолько брезгливый, поэтому взял ее домой. Так, вот здесь за решеткой вроде, ну, за досками вроде записка находится. Это не точно, но мне кажется, там была записка. Так, нашла что-нибудь? Иссоль, здесь какие-то... А, здесь какое-то странное тело. Ну, это не тело. Это то, что осталось от тени из полицейского участка Сан-Сын. Что... Что это за тень? Тени это... Тени это могущественные духи. Их создают слухи, эмоции и события этой местности. То, на что ты наткнулась, просто еще одна жертва злобной сестры. Духи? Ты серьезно? Кома, реально? Не думай об этом сейчас. Просто осмотрись вокруг и поищи, может что-нибудь... А, может что найдешь. Похоже, это какой-то дневник шефа. Блин. Блин, 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 блин. А, ну, подождите. Так, во-первых, давайте позвоним Есоль. Она, наверное, скажет, есть продвижение по поиску. А, Есоль, ты говорила, что это была тень. Я не могу уходить здесь, не зная, кто они такие. В своих районах обитая тени очень сильны. А, в своих районах обитания тени очень сильны. Они возникают из коллективных воспоминаний, слухов и эмоций людей из неспящего мира. Лишенные этого, они перестают существовать. Их силы растут и угасают на основе этих энергий на протяжении многих лет. Некоторые тени очень древние существа, которые тысячелетиями цеплялись за существование, благодаря своему упорству и миметической силе. Откуда ты все это знаешь? Можешь узнать... Можешь узнать и не такое, если довольно часто сюда переходить. Если не хочешь стать чем-то ужином, конечно. Похоже, это какой-то дневник шефа. Думаю, сержант переживает кризис серьезного возраста. Или вполне возможно, это как-то связано с его недавним разводом. Он купил новую машину и пытается привести себя в форму. Естественно, он пришел за советом ко мне. Я посадил его на... Кетогенную диету. Каждый день в 13.00 мы проводим регулярные тренировки. Я покажу ему, как достигаются реальные успехи. Хым, никаких упоминаний о ключ-карте. Может, стоит набрать и соль снова? Еще не нашла ключ-карту? Не, но я нашла дневник шефа полиции. Похоже, он был помешан на здоровом образе жизни. Интересно. С этим можно работать. Посмотри... С этим можно работать. Посмотри его распорядок дня и проверь места, где он бывает. Ты обязательно найдешь что-то полезное. Удачи! Так, ну нам теперь... А, нам теперь надо снова вернуться. Блин. Да блин! Это вот так не должно было быть. Встанет от меня. Так, она ушла. Вот так вот быстрее я здоровья потратил все. Нет, подождите, а где это? А, блин, тренажер... Надо в тренажерный зал, а не сюда. Я немножечко ошибся. Ну, это ладно, этот дверь по соседству находится. Так, мне сюда нужно. Так, аккуратно прибегаем. Мимо. Может, это сумка шефа полиции? Посмотрим. Вы получили пропуск шефа полиции. Да. Исоль, думаю, я нашла пропуск шефа... А, Исоль, я думаю, я нашла пропуск шефа полиции. Отлично. Теперь мы сможем открыть задние ворота. Ладно, выбирайся оттуда и возвращайся в комнату охраны. Время на вес золота. Так. Тиняком. Этот старенький телефон кажется единственным рабочим из тех, что вы нашли. Принимайте и совершайте звонки. Пропуск шефа полиции. Особый пропуск безопасности, принадлежащий начальнику местной полиции. Так, вот здесь можно сохраниться, насколько я помню. Всего лишь монетка. Мне нужно... А, это этот, газовый баллончик, я знаю. Так. О, еще одна за... Блин. Как она так сразу появилась рядом со мной? Так, это вообще 8-я записка. До этого я по порядку все находил, а теперь 8-ю нашел. Блин, нельзя читать записки в курсе. Ну, она сюда не должна проникнуть. А знаете что? Наверное, эта записка лучше пускай останется. Так, я загрузился. Потому что, ну, я как сказать, я составил планы, я получал. У меня записки более-менее так по порядку написаны. Поэтому я знаю, где следующая по счету будет записка находиться. А эту я записку пока трогать не буду. Оставлю, но потом. Так, давайте-ка откроем дверь. Она нам понадобится. Я буду собирать дополнительные вспомогательные предметы для того, чтобы покидать локации. Без потери здоровья. Похоже на полицейскую оружейную. Вдруг мне удастся найти что-нибудь для самообороны. Я нашла какой-то верстак. Ты должна попробовать с Макгайвить что-нибудь полезное. Из-за того, что ты нашла. С Макгайвить? Ну, знаешь, есть американский сериал с парнем, который... Да, неважно. Ты правда не знаешь, что ты такой Макгайвер? А должна? Это вроде как знаменитость, даже в Корее. Хотя, если подумать, он был популярен еще до твоего рождения. Ну да, вот это тоже, кстати, небольшая фраза, которая говорит о том, что Исоль намного больше лет, чем она выглядит. Просто попробуй... Просто попробуй поимпровизировать и смастерить что-нибудь полезное. Порой творчество... Проявит творческий подход. Никогда не знаешь, что может пригодиться. Так. Ну, возьмем на всякий случай. Батончик сразу съедим. Так, ну и все. Эй, посторонним ход запрещен. Вы полицейский? Я похож на обычного полицейского? Значит, и вас здесь быть не должно. А ты не глупая малышка. Я пытаюсь найти свой офицерский... А, я пытаюсь найти свой офицерский значок. Пока безуспешно. Ну так, и кто же ты такая, черт возьми? Офицер под прикрытием. Я, эээ, тоже работаю под прикрытием. Они... Они сказали найти... А, они сказали прийти сюда. Я работаю над делом школа Сехва. Хм, в этом есть смысл. Они тебе даже форму школьную выдали. А, они даже форму школы выдали. Ну и зачем они направили тебя в оружейную? Я ищу что-нибудь... Я ищу что-то для самообороны. Почему вы здесь? Офицеры забрали все шокеры перед уходом. Осталось не так много всего. Шокер может мне пригодиться. Ты можешь собрать шокер на этом верстаке. Но у меня нет. Но у меня нет всех частей. Там в углу лежит рукоятка. Но тебе все еще понадобится... Итен... Так, литиевый аккумулятор. Обычно офицеры держат запасные аккумуляторы в своих рабочих столах. У меня есть... У меня есть картридж. И я не против отдать его тебе, если найдешь мой офицерский значок. Хорошо, без проблем. Я возвращаюсь к работе. Позвольте сосредоточиться. Похоже, на что-то полезное. Но это только часть. Вы получили рукоятку. Так, дальше. Нам, наверное, надо... Подождите. Отдел по уголовным делам попробовать зайти. Или в хранилище. Зал совещания. Нет. Вот, наверное, вот здесь находится? Либо здесь. Комната для допросов. А может и в комнате для допросов, короче, находится. Это... Ну, это чисто три кабинета, в которых он может находиться. А так, на всякий случай, чтобы... Мне потом издалека объезжать не пришлось, лучше сохраниться сразу. Так, нет, это не то. Сюда я зря пришел. Так, чипсы. Да блин. Сюда она не прибежит. Так, надеюсь, она оттуда ушла. Давайте на третий этаж поднимемся сначала. Так, вот здесь проверим для начала. Нет, это не здесь, к сожалению. Не помню, что в этой сумке. Монетка. Я ее даже не смотрел. Здесь у нас... Этот газовый баллончик. Так, сюда я зря пришел. Здесь точно не может быть этот тренажерный зал. О, кабинет замшерифа. Вот там тоже может быть. Я точно не помню, где находится, но я знаю, что... А, нет, это не помню. Подождите, это не то. Кабинет замшерифа по соседству. А, он закрыт. Ну, значит, находится на втором этаже. Так. Воду сразу будем использовать. Не будем экономить. Так, ну, это точно не здесь, блин. Кстати, эта записка, она более поздняя. Во, вот здесь вот, скорее всего. Да, да, так и есть. Я помню, в каком-то из столей это должен быть какой-то кабинет. Это значит, отдел уголовных расследований. Ну, я же говорил, либо отдел по уголовным делам, либо отдел уголовных расследований. Также предположил, что вот здесь тоже может быть, потому что комната для допросов. Хотя в комнате для допросов там, по сути, ничего лишнего не должно быть. Ну, и кабинет замшерифа тоже вроде как кабинет. Нужно просто все кабинеты проверять. Вы получили литиевый аккумулятор. Так, я ИСОЛЬ не звонил. Ну-ка, давайте позвоним на ИСОЛЬ. Что она вам скажет теперь? Эй, что так долго? Возвращайся сюда с пропуском шерифа полиции. Уже бегу. Так, и я... Блин. Мне показалось, я ее слышал. Так, давайте-ка сохранимся. По идее... Мне так... Мне надо как-то попасть вниз. А, ну да, смотрите. Сейчас я должен по-любому поговорить. ИСОЛЬ, она мне даст возможность попасть вниз. Да, все ясно. Мина, дай взглянуть. Отлично. Должно сработать. Но мне придется остаться здесь, чтобы выпустить тебя. Я буду следить за твоими перемещениями через камеры наблюдения. Когда доберешься за задних ворот, возле подземной парковки, то услышишь гул. Так ты поймешь, что ворота открыты. Но что тебе нужно на рынке Такеби? Там есть... Там есть аптекарь, который работает в магазине. Попроси его сделать дозу плазматоника. Никогда не слышал о лекарстве с таким названием. Не беспокойся об этом. Просто не забудь попросить именно его. Вот, это должно покрыть расходы. Вы получили гильоны. Что это? Никто не примет такую оплату. Это гильоны. Единственная ходовая валюта на этом чертовом рынке. Просто поверь. Хорошо ты здесь, босс. Но не вини меня, если я вернусь с пустыми руками. Так, давай позвоним. Исоль. Что она по этому поводу скажет? У меня проблема с поиском пути к тюремным воротам. Тебе стоит привыкнуть к тому, что все идет не так, как... Тебе стоит привыкнуть к тому, что все идет не так, как ты хочешь. Если самый очевидный путь не вариант, импровизируй и попытайся найти другой. Как логично. Так, ладно. Я даже знаю, куда нам нужно идти. Так, вроде сюда. В комнату отдыха. Вот здесь. Да, вроде здесь. Да-да-да-да, вот этот ключ. Ящик с инструментами. Внутри может оказаться что-то полезное. В нем куча оборудования, сантехника. Ну не знаю, на что это... На что я рассчитывала. Хм, кажется, что это может пригодиться. Вы получили ключ инженера. Так, сразу как я получил ключ инженера. Давайте мы посмотрим. Ой, я про гильоны вообще не про что не почитал. Ну ладно. Гильоны. Эти древние монеты датируются эпохой... Так, династии Чон Сон. Рукоятка. Рукоятка портативного устройства, используемого полицейскими. Летивый аккумулятор. Этот аккумулятор выглядит так, будто может... Так, как... Будто может питать определенный портативный инструмент. Ключ инженера. Этот ключ открывает доступ к определенным областям в полицейском участке. Здание вздрагивает от маниакального смеха. В воздухе витает странный холод. У меня мурашки по коже. Так, это значит то, что... Злобная сестра взяла здание под контроль. Так, как бы сейчас не наткнуться бы на... Не сонг, который здесь патрулирует. В стене гигантская дыра. Работы здесь проводились внушительные. Думаю, я смогу спуститься. Так, давайте-ка мы спустимся сюда, потому что здесь... Нам нужно попасть в комнату улик. Хранилище для улик. Вы получили офицерский значок. Это то, что... Это то, что ищет офицер? Офицерский значок. Почетный... Почетный символ служителя закона. Так, новая записка. Вы получили вырованную страницу. Ложь во благо Гильсеха. Отец всегда доставал меня. Мои оценки в этом семестре только способствовали этому. Когда я пришел домой с блокфлейтой, он спросил меня, где я ее взял. Чтобы он отстал, я ответил, что я записываюсь на уроки музыки. Можете ли вы поверить, что он на самом деле улыбнулся? Честно говоря, я никогда не видел старика таким счастливым. Он даже предлагал оплатить послешкольные занятия. Какой дурак, откажется. Понимаете, да? Я принял его предложение, но деньги просвеживал в компьютерных клубах. Если бы ему вздумалось проверить меня, то я мог бы сыграть несколько старых мотивов, которые выучил в начальной школе. Так, у меня закрашило, в общем-то, игру. Я там видеофайл немножечко восстановил. А что? Итак, у меня закрашило игру. Блин, по времени я не укладываюсь. Ладно, я по-быстренькому найду 5 записок, покину полицейский участок, а остальные записки мы потом найдем. Потому что еще вернемся в полицейский участок. Так. Давайте на всякий случай я сохранюсь. Вот так вот. Вот так вот. Так, отлично. Теперь нам нужно скрафтить электрошокер по-быстренькому. Так, а как насчет того, чтобы позвонить ЕСОВИ? Что она скажет? У меня проблема с поиском пути к тюремным воротам. Тебе стоит привыкнуть к тому, что все идет не так, как ты хочешь. Ну да. Она тоже самое же говорит, в общем-то. Катридж все еще у вас? Да, запасной всегда со мной. Ты нашла мой офицерский значок? Вот, посмотрите. Хм. Да, это он. Я тень своего слова. Держи. Вы получили семейный кар... А, сменный катридж. Только помни, что это не игрушка. Обращайтесь с осторожностью. Так, давайте прочитаем описание катриджа. Сменный катридж. Неиспользованный катридж. Похоже, его можно вставить в определенное устройство. Самое главное то, что вот все предметы, которые нужны для самообороны... Тут значок щита... щита написано. Нарисован. Не написано. Нарисован. Думаю, у меня все есть, чтобы собрать оружие для самообороны. Приступим. Попробуем вставить аккумулятор в рукоятку. Теперь присоединяем катридж к рукоятке. Отлично, посмотрим, получится ли включить эту штуку и не ударить саму себя. Вы собрали шокер. Лампочка загорелась. Кажется, он работает. Никогда не пользовалась шокером раньше, но он может не пригодиться. Так, удобно оружие для самообороны, которое бьет сильным разрядом. Так, скажет ли я Юсоль что-нибудь по этому поводу? Скорее всего, нет. Да, она тоже самая же говорит. Так, посмотрим, что в этой сумке. Вода. Пойдет. То, что нужно. Так. Тело. Что оно здесь делает? Хм, похоже, он прорылся под стеной. Похоже на теремную камеру. Возможно, тот мертвый человек пришел отсюда. Дверь открыта. Так я смогу попасть в правое крыло подвала. Блин, а я не сохранился, ведь? Давайте-ка, сохранимся на всякий случай. После того, как я скрафтил электро... Да ё-моё. Ну ладно, у меня пачка чипсов есть, которые восстанавливают две единицы здоровья. Так, вот еще одна записка. Так, давайте быстренько ее прочитаем. Четвертый из десяти. Урок музыки Гильсеха. Как-то я столкнулся с Менгелем. Он хотел отобрать мои карманные деньги. Госпожа Но, учительница музыки, была рядом, и я позвал ее. Я отдал ей деньги отца и сказал, что хочу брать уроки музыки после школы, чтобы практиковаться в игре на блокфейте. Это спасло меня от Менгли. Но я... Так, но я попался на крючок из-за этих уроков музыки по вечерам. Все это... Бесило. Проклятие. Помню, как... Помню, как спрашивал себя. А блокфлейта? Это вообще настоящий инструмент? Все остальные учились играть на скрипке или фортепьяно. Я бы точно выглядел как идиот. Тюремные ворота погнуты. Это сделала она? Так, ну-ка, позвони мне Соль, она что-нибудь скажет нового. Я все еще дрожу. Сделай глубокий вдох. Ты справишься, Мина. Тебе нужно идти дальше. Позвони мне, если что-то пойдет не так. На этот раз она что-то новое сказала. Вот так вот надо просто почаще звонить. Наконец-то, тюремный коридор. Думаю, отсюда можно добраться до подземной парковки. Так, я же сохранился так что, да? Да, я только что сохранился. Так, а... Наверное, ничего нового Соль теперь нам не скажет. Да, ничего нового она не скажет. Так, должно быть, это ворота безопасности, о которых говорила Исоль. Я узнаю звук этих шагов, где угодно. Давай же, Исоль, времени нет. Подожди. Есть. Думала, ты можешь просто уйти. Убери от меня свои руки. Ее нет. Уверена, что не последняя наша встреча. Все, электрошокер сломался. Позвоним Исоль. Я все еще дрожу. А, ну, она это должна была сказать после того, как вот все это случится. А я позвонил заранее. И... А, это мы купить можем. Ну ладно, давайте посмотрим последнюю записку. Где-то вот здесь последняя записка должна быть. Если я не ошибаюсь. Или я ошибся. А, вот, да-да-да, вот она. Вы получили вырванную страницу. И на этом мы завершим серию. Старые ноты. Гельсых. Я пришел в кабинет госпожи, но раньше назначенного времени. Она спросила, играл ли я когда-либо раньше. И я ответил, что это мой первый урок с начальной школы. Что это мой первый урок с начальной школы. Открыв футляр, мы обнаружили старые ноты, спрятанные под бархатным отделением. В котором хранились детали блокфлейты. Учительница посмотрела их и сказала, что первые несколько страниц идеальны для новичков. А остальные части выглядят более продвинутыми. Так как я все равно застрял здесь, то решил дать музыке шанс. В своих самых смелых мечтах, и я представить не мог. Какие новые возможности откроют для меня. Какие новые возможности откроются для меня. Так, ну ладно. А на этом мы завершим серию. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok